Добрый день! Сегодня мы будем вязать круг. Такой плотный круг можно использовать в качестве салфеточки или прихватки. Ажурные кружочки обычно называют мотивами, из них собирают разные вещи. Вязание круга начинается с цепочки из воздушных петель. Вяжем цепочку из шести воздушных петель. И замыкаем ее в круг. Для этого вводим крючок в первую петлю. И провязываем полустолбик, или как его еще называют, соединительный столбик. Вытягиваем. Вот у нас получилось колечко. В этом колечке для круга он состоит как бы из 12 секторов. То есть нам нужно 12 столбиков с одним накидом. Но роль первого столбика у нас будут выполнять петли подъема. То есть нам нужно 11. Теперь посмотрите, что у нас с обратной стороны. Вот такой вот некрасивый хвост. Обрезать мы его не можем, поскольку есть вероятность, что у нас тут распустится вязание. Мы его сейчас спрячем. То есть нам нужно связать 11 столбиков с одним накидом. Вводим мы крючок вот в середину нашего круга. И вот этот вот хвостик захватываем вместе с цепочкой. То есть мы его ввязываем внутрь, чтобы его не было видно. Вот, следите, чтобы этот хвостик у вас все время попадал вот внутрь вашего столбика. Вот он, видите, то есть он туда прячется и убирается. Вот я сейчас уже связала 5 столбиков. Нужно 11, да? Это 6, 7, 8, 9. И вроде бы уже нет места. Ну, как с этим бороться? Взять и просто подвинуть. Вот, 11 столбиков я связала и соединительным столбиком в петле подъема соединяю кружочек. Что у нас получилось с обратной стороны? Вот он, наш хвостик. Он проходит по всему кругу. И вот в этом месте его уже теперь можно совершенно спокойно обрезать. Поскольку припуск остался там, то есть ничего никуда не денется. Переходим ко второму кругу. Для того, чтобы круг получился плоским, нам нужно сделать прибавки. То есть сейчас мы в каждом столбике предыдущего ряда свяжем 2 столбика. То есть у нас будет 12 прибавок. Очень часто схемы для кругового вязания рисуются не в виде полного круга, а в виде сектора. Поскольку при круговом вязании раппорт как раз и есть сектор круга. То есть если нарисован такой вот сектор, значит нужно... Ну, обычно показывают начало, то есть начальные ряды прорисовывают целиком, а все последующие рисуют в виде такого лепестка. Поскольку там они повторяются, ну, для облегчения рисования этого рисунка. Там уже, в общем-то, понятно, что идет повтор. Видите, за счет того, что я над каждым столбиком вяжу 2, круг у нас получается плоский. Вот каким у меня получился второй ряд. Теперь что же делать дальше? Значит, во втором ряду мы делали 12 прибавок. И также прибавляем делать 12 прибавок в каждом ряду. Но поскольку у нас 5 столбиков стало больше, то мы уже будем прибавлять не в каждом столбике делать такую рогаточку, а через 1. То есть вот начнем мы с рогатки, потом провяжем столбик 1 в петлю. Здесь опять сделаем такую рогаточку из двух столбиков. То есть чередуем. Столбик, рогатка, столбик, рогатка. Я сейчас не буду довязывать это до конца. Значит, но учить, что в следующем ряду, допустим, мы вот над этим столбиком будем вязать рогатку, дальше будут 2 одинарных столбика, потом опять рогатка. То есть с каждым последующим рядом количество одинарных столбиков увеличивается на 1. И вот эти вот рогаточки у нас так пойдут немножко по спирали. В результате мы получим плоский круг. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова